Здравствуйте, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Давай представим, что мы сейчас находимся в аудитории, и я хочу выступить с этим небольшим сообщением. Особенно я хочу, чтобы его услышали новички, люди, которые пришли на этот рынок только в этом году. Думаю, сейчас лучший момент, чтобы просто оглянуться в прошлое и осознать то, что мы прошли вместе, то, чего мы добились за это время, и то, чего почему-то за этим экстремальным страхом перестали замечать. Потому что конкретно год назад я изо всех сил пытался спасти этот канал. Тогда биткоин стоил 5000 долларов, эфир 125, XRP 15 центов. Вот это цены были, не то что сейчас, даже после падения. Я уделял все свое время криптовалютам тогда, когда она была никому не нужна. Почти три года остановки сердца, вот что было с крипторынком. И только лишь иногда наступало прозрение. Например, в 2019, когда случился бум DeFi. Вот так он выглядел на графике. Мир сошел с ума и называл DeFi инновацией, новой технологией, что изменит все. Лично я тоже неплохо тогда вырос. Финансово, на ютубе, в телеграме. Кроме этого, я вложился работой максимально. Настолько максимально, сколько может сделать один человек. Это было сумасшедшее время. И теперь, когда я оглядываюсь назад и вижу, что случилось с этой индустрией всего лишь за год, это делает меня таким оптимистом. Это делает меня еще более уверенным в том, что я выбрал правильное направление. Даже несмотря на то, что рынок никак не оправится от этого падения. Капитализация рынка упала более чем на 1 триллион долларов за это время. Да даже в 2017 году на пике она столько не составляла. Она составляла около 800 миллиардов долларов. В 2018 и 2019 годах я не раз говорил в своих видео, что предполагаю рост криптокапитализации до 1,5 триллионов долларов. В это было трудно поверить даже самому. Тогда, когда капитализация рынка составляла 130 или 120, 100 миллиардов долларов. Я прошел весь этот путь. И тысячу раз хотел сдаться. Реальность в том, что биткоин сейчас стоит 30 тысяч долларов, а капитализация рынка 1,4 триллиона долларов. Эти цифры тогда казались фантастикой. Да даже всего несколько месяцев назад такие отметки казались просто невозможными. Три года мучений вот здесь. Но посмотри, как быстро мы выросли потом. Всего за несколько месяцев. Это указывает нам на то, что такие фазы, когда цена маниакально растет, будут и впредь. Но сменяться они будут более длительными периодами, когда рынок будет только падать. Рост не бывает бесконечным. Но что действительно не останавливается никогда, это прогресс. Это развитие. И что мы видели на этот раз? Развитие и принятие набирает таких оборотов, что криптоинфраструктура даже не справляется с этим. Именно поэтому в этом году эфир даже уступил некоторую часть пользователей другим блокчейнам. Cardano, Polkadot, Binance Smart Chain, PancakeSwap и другие. И я думаю, что это только ускорит развитие и запуск различных систем масштабирования не только в эфириуме, но и во всем пространстве. Immutable X, например, работает над решением второго слоя для масштабирования NFT, построенных на базе эфириума. Это решение будет называться The Car Roll Up и направлено на установление нулевых комиссий, мгновенных сделок и количество транзакций 9000 в секунду. Что намного, намного лучше, чем сейчас. Сейчас это всего лишь 20 транзакций в секунду. Polygon также интегрируется с эфириумом. Их цели построить более защищенную, быструю, открытую, дешевую и мощную сеть. В него даже инвестируют миллиардеры. Например, 25 мая Марк Кубан инвестировал в Polygon. Опять же, это не финансовый совет. Также идет работа над так называемыми оптимистик ралапами. Это такие надстройки поверх основного блокчейна, которые, грубо говоря, разгружают работу основной сети. Оптимистик ралап может, например, масштабировать DeFi на эфириуме. Он может снять часть нагрузки с главной сети эфира, что, понятное дело, приведет к удешевлению транзакций и повышению скорости ее работы. Мы уже не раз говорили также и об обновлении EIP-1559 для эфира. Очень много удивительных инноваций приходит в эту отрасль прямо сейчас. Все эти обновления могут привести к новой волне интереса и внимания, волне, которая будет устойчивее и долговечнее предыдущей. Мы даже не понимаем, что конкретно возможно в этой среде, ведь предсказать взрыв тех же NFT смог не каждый. Ну а теперь миллиардеры и звезды создают собственный DeFi. Марк Кубан, Кевин О'Лири тоже, например. Также мы слышали и видели, как крупнейшие звезды этой планеты, одни из самых известных людей создавали и создают NFT. Я даже не мог представить, что NFT как технология и инфраструктура смогут стать настолько распространенными и настолько быстро. Я думал, рост их популярности составит минимум несколько лет. И сейчас очень перспективно и многообещающе выглядит интеграция NFT с видеоиграми. Именно поэтому я верю, что сейчас самое крутое и оптимистичное время для криптовалюты не только с точки зрения перспективы, но и с точки зрения развития ее. Так еще и с ценами намного дешевле, чем 3 месяца назад. Когда биткоин стоил больше 65 тысяч долларов вот здесь, люди говорили, как же жаль, что я не купил его вот здесь, когда он стоил 30 тысяч долларов. Ну вот он стоит 30 тысяч долларов, и никто из этих людей уже не хочет его покупать. Я уже видел такое и не один раз в прошлом. Так это работает и так будет работать и дальше. На развороте тренда люди будут сомневаться, а действительно ли это начало роста. Покупать будут снова ближе к пиковым ценам, чтобы продать опять подешевле. И так повторять и повторять до разочарования или банкротства. Сначала на рынке очень много энтузиазма, как 2 месяца назад. Затем его очень мало, как сейчас. Это, кстати, видно по росту канала. Просто посмотри, сколько здесь было подписчиков в неделю. А что случилось теперь? Мое сообщение для вас очень простое. Последний год для криптовалюты был сродни чуда. Мы видели экспоненциальный рост в этой отрасли, и я даже не о ценах говорю, и коррекция после этого всего необходима. Но это не значит, что нужно все бросать и уходить в ужасе. А это значит, что наоборот, нужно взять голову в руки и подумать, как ты можешь от этого выиграть. Я чувствовал то же самое, что ты сейчас, в 2018. Но если ты любишь эту сферу так же, как я, посвятивший ей свою жизнь, не время уходить. Время придумать, как ты можешь поучаствовать в этом. И я не говорю про инвестиции, торговлю криптомонетами. Я просто хочу, чтобы ты понял. Пришло время покопаться и найти способ, как ты можешь внести свой вклад. Привлечь новых пользователей, создать новую технологию или облагородить старую. Запустить проект. Создать криптовалютную платежную систему, в конце концов. Особенно, если таковой в твоей стране еще нет. Или же создать обменник, как у меня. Неужели после моего сообщения, ты до сих пор испытываешь не энтузиазм, а панику и страх? Меня зовут Богатейший Ди. Зарабатывай. И до скорого. Субтитры создавал DimaTorzok